Ну да. Ну туда. Давай. Сейчас нам особо берем ее. О, теперь все, поехали. Сейчас, Сань. Вот так. Фазика вывезли, да. Вот, так уже уже. Ага. Опа, оно вот так пробежит. Я сейчас стрельню, что тут. Ой-ой-ой, струна. И слезы. Тут у нас тоже порядки. Ростутся им, только чтобы он насыпал, кто хочет. Ну в них то есть, но все равно на свеженько накидывается. А так тепло, сухо, хорошо, конечно. Что? Вот это ушастик. Бачите, в ухо якое. Завернуто в другую сторону. Это значит ушастик. Вот так, может, переходите там. Да, да, да. Вот. Вообще идеально, Сань. Ту сторону на прихватки. Собрали ее частично. И та сторона на прихватки. И теперь переворачиваем и полностью обвариваем. Вот она получается. Тут она обварена. А с той стороны просто прихватки. И сейчас, где Саня, буду полностью обваривать. И ту сторону. А я нарезать на следующую. Трубочкой на этом. Станочку все-таки трубочкой. 40 штук, по-моему, на одну. 39 или 40. Вот так. Уже скоро другую ферму доделаем. Грыжовик у нас трошки оборотов набираю в росте. И так же хорошо пошла у нас кнопка. Ну, у нас получается чуть меньше грыжовика. Ну, тоже пошла чахноточка и пошла. Но все равно чуть-чуть меньше. Ну, а грыжовик, конечно, шикарный. Так, друзья, по нашим жевжикам. Машки уже апетит хороший. Кушает очень-очень хорошо. И насыпаю, получается, килограмма по три с половиной утром и три с половиной вечера. То есть 7 килограмм она съедает в сутки. Если будет ести больше, то я ей добавлю порцию. Хай есть, чтобы на здоровье, потому что ей надо вытягивать поросят. По поросятам у нас сейчас живых 16 штук. Все живы и здоровы. Кнопа та, что самая-самая маленькая, была чаморочная. Вона ей придавила и еще одну придавила. Короче, 16 поросят. Ну, думаю, я не ошибаюсь, 16 поросят. Также всем поросятам, как вы можете заметить, покупировали хвосты. Покусали зубы и кабанчики покастрировали. Короче, так. Ну, а так, вроде бы, более-менее. Поросят, ну, слава Богу, живенькие, здоровенькие. Все хорошо, приходят в себя. Ну, все равно, получается, соски у нее 14, поросят – 16. Ну, будем надеяться. Ну, вроде бы, такие сины поганые. Есть там пару штук таких чуть поменьше. Ну, а так примерно все одинаковые. Это им получается уже 5 дней от рождения. Короче, так. И барашку перевели сюда на опороз. Рядом поставил станок. Ожидаем опороз. Да, с дня на день должен быть опороз. Будем тоже контролировать, следить, чтобы все было хорошо. Короче, вот так по поросятам, да? Ну, ты хорошо, что их трошка дишь хопа, потому что все равно, как ты ни крути, как ни верти, ну, соски у нее только 14. Ну, понятно, что вообще в идеале было ей 14 поросят. Ну, а их на два сейчас больше – 16. Ну, я думаю, может, кто кого еще и придал. Не хотелось бы. Ну, как, короче, Бог знает, так и будет. А там хай ростут. Также сейчас на днях поставлю им уже кормушечку, бо тут кормушки в этой клетке нет. И буду подсыпать предстарт. Им-то еще и рано, только 5 суток. То есть предстарт еще и рано. Хотя бы туда после 10, 10, 12 дней. Ну, будем пробовать. Заранее по чуть-чуть подсыпать, как говорит Сергей Стрелецкий, пожменьки, пожменьки, чтобы они привыкали. И потом, я думаю, будут есть. А как начнут есть, то уже понятно, что дело будет. Вот это, друзья, у меня первая свинка такая, что любит сидеть на кресле. Вот у нее вот такая привычка сидеть, как на стулочку, села и сидеть. Я сначала думал, что она, типа, поражняется тут в корито. Ну, гонял ее. А воно нет. Воно поедет, седает тут с краю и сидит. Певдень сидит. Ну, то есть то и в ней любое место. Я уже думал, чи пенечок ей отпилить. Ну, типа, как стулочку поставить, чтобы она сидела. Вот любит именно сидеть. Ну, думаю, они же тягатимут ее вот этот пенечок. И вот сейчас воно поедет и сразу седает туда и сидит. Ну или там, если отдыхать, то лягает. А так чисто там сидит и все. Да, грижовый. Что снимаем? Попробуем. Что, пойдем? Ну, давай. Ох ты, грома. Стоп. Подожди, отдыхнем. А давай их тянут, не надо их поднимать. Ловим по трубам сам. О! Ты же же как, как? Нет, ну выровнешь. А? Выровнешь. А теперь я держу. Теперь давай кладем. Кладем. Вот. И сразу начинаем следующую ферму, третью. Так же. Так же. Соединяем сейчас четыре трубы по пять пятьдесят в длину. Я уже нарезал на третью ферму перемычек. Тридцать восемь штук с пролезями. И сейчас будем накидывать черепашки. И собрать третью ферму. А две уже у нас готов. Овченко. И тут аж мы надеемся, что у нас остается. Ну, как раз хватает на все фермы. То есть и толстых труб, и тоньших труб хватает. А эти четыре штуки мы отложили на первую и последнюю ферму. Там фермы не будут. Там просто будет идти труба. Потому что там через каждые два метра опорная стойка. Поэтому там фермы на первый. И последний пролет ставить смысла нема. Потому что там куча столбив. Там фермы не надо. Пять ферм получается в средину. И две по краям. Вот получается две цех. И пять надо сделать нам вот таких. А так. Трай, трай, трай. Трай, трай. Средин. Трай, трай. 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 А так. А ты дровняй, куда? Туда, в дубы, в дубы пора Ааа А ну, глянь Чуть-чуть Тракт Тракт Ни траки не шли Тракт Ну, поднимаем. И тут стягиваем. Давай, все сюда, а сюда. Давай, все сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дивимся, да, выставляем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вот, а так. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Давай, глядываем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 КОНЕЦ 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 Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан